Прецедент, который произошел с футбольным фаном, станет наукой для других поклонников игры миллионов. Мариупольский активист движения «Ультрас» был привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. В качестве наказания Ильичевский районный суд определил парню административный арест. Фабула содеянного оригинальностью не отличается, но поведение нарушителя могло повлечь массовые беспорядки, уверяют споттеры. Его действия заключались в провоцировании групповых нарушений между болельщиками обеих команд, и также это все сопровождалось нецензурным бранью с его стороны. Сегодня в городе это движение насчитывает свыше 100 человек. Средний возраст зачинщиков беспорядков 20 лет. Информация по личности каждого из них есть в милицейском ведомстве. Правоохранители работают на опережение и навещают семьи футбольных дебоширов. Профилактические беседы ведут и с их родителями. Уверяют, если ультрасы не усмирят свой противоправный потенциал, соответствующие письма направят и работодателям, и педагогам. А с такой характеристикой можно лишиться и рабочего места. В преддверии такого матча премьер-лиги с участием Ильичовца Мариупольского, а также Шахтера Донецкого, который безспорно вызовет интерес огромный у жителей и гостей города, а также населения других регионов Донецкой области, хочу попросить жителей города, тех, которые собираются, планируют посетить данный матч, воздержаться от злоупотребления алкогольными напитками и проявления агрессии в отношении болельщиков оппонентов, другой команды. Эта просьба в основном также направлена на активных участников ультрас, футбольных болельщиков. Не дадут разгореться беспорядком на футбольных матчах и сотрудники госавтоинспекции Мариуполя. Постоянный инструктаж личного состава ориентирован на четкое выполнение поставленных задач. Подполковник Чикмак вспоминает, как не раз приходилось пресекать возможные очаги конфликта между футбольными соперниками. Были такие факты, когда болельщики выходили с автобусов, с электричек, с поездов, не там, где они должны выходить, а где-то раньше, и шли пешком к стадиону, тем самым пытаясь нарушить общественный порядок. Это все четко контролируется как ГАИ, так и общественным блоком. ГАИ сопровождает и прибытие автобусов с командами, следит за расстановкой транспорта перед стадионом, обеспечивает безопасность пришедшим любителям спортивного праздника. Выставляются посты, где личный состав контролирует переход людей через проезжую часть в районе стадиона, это в двух местах, парк Петровского или возле проходных Азовмаша, а также расстановка транспортных средств в районе стадиона для того, чтобы поместилось большое количество транспорта. Что касается предстоящего матча 4 мая, милиционеры просят граждан обратить внимание на участок дороги от проспекта Ильича до пересечения проспекта Карпова с улицы Тополиной. С 15 до 19 часов движение здесь будет затруднено.